Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором вы всегда найдете свежее видео, которое выходит буквально через пару минут после того, как в игре происходит какое-то событие. Ну и обязательно эти события мы с вами разбираем вместе в этих видосах, поэтому если вы хотите всегда быть в курсе того, что происходит, то обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас и жмите лайкосик, а также не забудьте нажать на колокольчик. Буквально пару минут назад вышла рулетка на Объект 907. Данная машина в моей коллекции есть на нескольких аккаунтах, в том числе и на основном. Поэтому специально для вас покручу данную рулетку несколько раз исключительно чисто ради интереса шанса выпадения машины или чего-то ценного на первых прокрутах и буду делать это на твинковом аккаунте. До конца идти не планирую, потому что машина, как я говорил, даже на основе у меня есть, поэтому нет смысла упарываться над тем, чтобы открывать за полный ценник данную рулетку. Что касается ТТХ по машине, то их мы обсудим тогда, когда перекинемся на другой мой аккаунт, потому что в планах не только рулетку покрутить, но и поиграть на данном танке. Мне лично танк очень нравится и у меня он соперничает по моему интересу к машине с Т22СР, который тоже мне довольно-таки нравится, но объект в чем-то даже поинтереснее будет, ну по крайней мере для меня. Что касается ценника по рулетке, как обычно назовут две цены и потом объясню почему, потому что мне писали несколько раз в комментариях, почему называют два ценника. Итак, ребят, сначала по цене. Если говорим о полностью всей рулетке, то есть полностью все купить, что в этой рулетке есть, то 16 прокрутов обойдутся в 22,5 тысячи золота. Если повезет и машина вам выпадет до 14 прокрутов включительно, то тогда машину и какие-то там еще плюшки вы заберете за 15940 голды. Короче говоря, 16 косарей. Почему я называю всегда два ценника и разграничиваю все прокруты от двух оставшихся прокрутов? Дело в том, что, ребят, по шансам выпадения, как правило, самое ценное в рулетке это главная награда, в нашем случае объект 907 и легендарный внешний вид к этой машине, если он в игре предусмотрен. Как вы видите, самые низкие шансы выпадения как раз и есть у самого объекта 907, то есть у главной награды и, соответственно, второстепенной награды, а именно у камуфляжа, который за себя просит 0,15% на шанс выпадения. Ну, как-то, короче, так сформулировал коряво, но я думаю, вы поняли. Короче говоря, вот эти вот две вещи, они являются самыми низкими по шансу выпадения. И у большинства игроков получается так, что когда они крутят рулетку, то как раз на вот эти два последних прокрута и остаются легендарный внешний вид и танк. В лучшем случае, если вам выпадает машина и тогда вы хотите докупаете уже за оставшуюся сумму себе легендарный внешний вид или не докупаете. Но в любом случае, как правило, именно эти две награды припадают на последние два прокрута у преобладающего большинства игроков. Именно поэтому я называю два ценника, а именно, ну, как бы, ценник до оставшихся двух прокрутов и полная стоимость рулетки. Надеюсь, я смог объяснить, почему разграничивают две этих цены, а теперь давайте будем попытаться покрутить. В целом, по наградам здесь не густо. Ну, анимированный аватар, который меня вообще не интересует, три раза по сто тысяч, а по большому счету для меня это пять побед на какой-то фармящей восьмерке. Десять тысяч свободки, ну, такое себе. В данном случае не против, потому что за пятьдесят голды это, как бы, вообще, дешманский, можно сказать, забрал. Что касается АМГ-8 обвеса, меня он не интересует, я говорю про вот этот вот пулеметик, он подходит только к какой-нибудь старой советской технике, единственное, на чем он нормально смотрится. Ну, может, еще на француза на какого-то насыпить. Что касается контейнеров, ну, контейнеры вроде бы положили, а вроде бы-то и не очень. Положили по одному контейнеру два раза черные ящики, шесть штук собери их все и шесть штук мистиков. И разграничили здесь на три и три, ну, как бы, так, чтобы вроде бы и есть, а в то же время и не сильно-то и повезет, чтобы выпало. Что касается мигалки, немногим танкам подходит данный обвес, откровенно говоря. Ну, и, в принципе, все, да, то есть остаются только самые главные награды. Ну, и давайте попытаемся что-нибудь из голды себе назад вернуть. Я сейчас, честно, не уследил за тем, сколько я потратил, но, надеюсь, эти четыреста меня все-таки компенсируют. Так, ну, давайте ради интереса посмотрим, что я потратил. Я потратил триста пятьдесят, а вернулось мне четыреста. То есть я, типа, на пятьдесят даже в плюсе. Ну, вроде бы неплохо, слушайте, прям озолотился, поднял бабла, так сказать. Ну, сейчас явно будет у меня серебряндия. Навряд ли что-то годное сейчас выпадет мне. Ну, вот, пожалуйста. Не знаю, напишите в комментариях, триста тридцать голды стоит платить за сто тысяч серебром. Или все-таки это немножко перебор. Кручу последний раз, так как ниже десяти тысяч я не планирую уходить вниз. Ну, и, как вы видите, на первых прокрутах, в принципе, ничего удивительного не происходит. В принципе, как обычно, сначала выпадает, вроде бы, что-то заинтересовывающее тебя. Потом выпадает какой-то шлаг. Потом, вроде бы, опять какая-то приблуда, которая, типа, чего-то стоит. Но, ребят, скажу откровенно. Потраченную голду, да, я бы в жизни не отдал, если бы мне просто предложили купить те предметы, которые мне сейчас выпали. Я дошел до шестого прокрута. То есть, сделал пять прокрутов. Сейчас мог бы делать еще там шестой за шестьсот шестьдесят. Но не сильно интересно. Во-первых, машина у меня есть. Во-вторых, я понимаю, что дальше все равно будет выпадать явно не танк. Явно не что-то там супергодное. Потому что по танку 0,25%. Да, процент увеличился, но, согласитесь, несущественно. Легендарный внешний вид к машине вам не нужен, если у вас самой машины нет. Ну и, соответственно, будете крутить дальше. Короче говоря, вот так вот. Вот так вот это все выглядит. И по шансам я не могу сказать, что я там к чему-то прям приближаюсь. Вы только обратите внимание, что 50 тысяч кредитов сейчас завешивают, грубо говоря, 55%. То есть, ну, более половины вероятностей сходится к тому, что я сейчас заплачу шестьсот шестьдесят голды за сто тысяч серебро. Ну, как бы, нет никакого смысла. Ребят, крутить рулетку или не крутить, здесь определяйтесь самостоятельно. Я вам показал, что происходило на моем одном из аккаунтов. Ну, а теперь давайте перепрыгнем на другой мой аккаунт. И там выкатим данную машину, чтобы посмотреть, на что она, в принципе, способна. Итак, ребят, мой основной аккаунт, на котором, как я и говорил, у меня объект 907 есть и Т-22СР тоже в коллекции имеется. Машины в чем-то очень похожи по стилю игры, скажем так, которые они предоставляют и по ощущениям, которые вы получаете от боев. Но мне почему-то 907 нравится больше. Я не знаю, чем это, в принципе, там так, ну, сильно обосновано. Просто как-то приятнее на нем играть, что ли. Что касается брони, то, понятное дело, что поменьше, нежели у Т-22СР. Там просто броня заколдованная. Здесь, в принципе, типичная обычная СТ-шка и ничего удивительного она вам не принесет в отношении бронирования. Что касается орудия. Мне лично очень сильно нравится, потому что здесь время сведения 3 секунды, разброс вообще меньше 0.3-0.275. То есть, ну, орудие потенциально очень точное. Да и, в принципе, оно точное не только в потенциале, но и по факту. Что касается урона в минуту. Ошеломляющий ДПМ в 3463 единицы. Практически 3,5 косаря ДПМа. Все благодаря тому, что крайне скорострельная пушка. Я лично скорострельное орудие очень сильно люблю. 5,5 секунд перезарядка. Ты, в принципе, не обращаешь внимания на время перезарядки. Оно происходит как-то само собой и для тебя проходит абсолютно незаметно. Что касается бронепробития. Ну, 245 для среднего танка на 10 уровне. Это действительно в притирку, но достаточно. Мне лично в большинстве своем хватает. Кумулятивы имеют пробитие в 300 мм. Тоже далеко не заоблачные цифры. Да и кумулятивы я не сильно люблю. Лучше бы здесь были подкалиберы. Но, опять-таки, мое субъективное ощущение. Обычное осколочно-фугасное с пробитием в 50 мм. И что касается среднего урона, то 320. За один выстрел на базовом снаряде. И вроде бы не очень круто, но в то же время довольно-таки приятно. С учетом того, что вы по 320 средних отбрасываете через каждые 5,5 секунд. Что касается угла склонения орудия вниз, то минус 7. Что вам крайне комфортно на каких-то неровностях. Буквально секунду уделю внимание ТТХ по Т-22СР. Все-таки это два, я бы сказал, спорящих между собой танка. За лидерство, и обратите внимание, здесь время сведения 3.1, в принципе, как и у объекта. Можно сказать, разброс здесь, ребят, выше 0.3. 0.312. Напомню, там был 0.275, по-моему. Что касается урона в минуту, то здесь они очень похожи. 310 среднего, разницы вы не почувствуете. И 240 пробития, те же самые 5,5 секунд перезарядки. Но угол склонения орудия вниз минус 6. И что парадоксально, что играется на Т-22СР как минус 5 какие-то. Ну, по крайней мере, по ощущениям. На объекте с этим делом как-то поинтереснее. Почему я и говорю, что данные машины, они очень похожи между собой по стилю игры, по манере игры, которую они от вас просят. Ну, единственное, чем отличается, безусловно, там, внешним видом. Все-таки силуэтику объекта 907 будет поменьше. Но и брони здесь немножко меньше насыпали. Ну что, ребят, берем объекта и поехали покатаемся. Посмотрим, на что он способен. Итак, ребят, погнали. Давайте будем заценивать. В целом, как я говорил по ощущениям, тот же самый Т-22СР, только с более худшим бронированием. По орудию практически все то же самое. Единственное, что отличается угол склонения орудия вниз. Что касается подвижности. Все приятно, все классно. Тут вопросов особых я не имею. Что касается маневренности. Просто шикарно входит в повороты. Надо тебе развернуться, надо тебе повернуть и поехать куда-нибудь немножко правее или левее. Делаешь это абсолютно спокойно, без каких-то провисаний. Что касается угла склонения орудия вниз, то вот его порог. И, в принципе, ниже орудия не прогибается. Если леопард сейчас спустится ниже, то я его просто физически выцелить не смогу. Что касается точности по орудию. Орудие довольно точное, довольно приятное в отыгрывании на средних и дальних расстояниях. Вполне спокойно выцеливаешь серые зоны у танчиков, если ты боишься с ними сближаться. Ну, в целом, я бы сказал, что орудие является одним из основных плюсов по данной машине. Именно за орудие данная тачка мне, в принципе, и нравится. Куда я там попал, не совсем понял. Каким образом? Вроде и камней никаких нет. Все нормально было. Ну, ладно. Окей. Открутили, так открутили. Так, давайте еще раз попробуем. Итак, брат, получи урон. Раз. Отходим. Все-таки у товарища альфа довольно-таки не кислая. Ну, что, на 15? Серьезно? Нанес 15 единиц урона? Чем кидал? Гнилым фугасом? Так, откатываемся немножко. ФВ-ка меня выцеливает. Попытаюсь, попытаюсь как-то вот так вот поделать. Скорострельность, ребят, просто чумовая, реально. То есть, вот здесь вот плюс прям такой, который больше, чем сам танк, в принципе. Потому что с такой скорострельностью сам боженька велел, еще имея такую точность, отрабатывать по ребятам, по чьим-то засветам. Единственное, что мы средние танки должны, в принципе, сами себе как-то подсвечивать. И в этом есть определенного рода минус, потому что брони здесь нет. И если вы где-то как-то лицом немножечко больше пощелкали, нежели нужно было, то, соответственно, в это лицо вам и прилетит. Причем прилетит очень жестко. Так. Привет. Ну, я думаю, что, в принципе, навряд ли у этого товарища хватит духу меня разобрать. На всякий случай подключаем адреналин. Но я думаю, что... Ай! Я хотел сказать, что думаю, что я смогу его вполне спокойно и сам добрать. Но, по факту, помог союзник. Да и, в принципе, спасибо ему большое, меньше мороки будет. Так. Раз. Ну, давай еще чуть-чуть. Два. Я тебя не боюсь. Абсолютно. А вот тебя боюсь, потому что ты заехал мне в корму и делаешь мне неприятно. А за это, брат, я думаю, что ты можешь поехать немножко поотдыхать еще. Выбрать себе какой-нибудь другой танк на покатушке. Так. Ну, и осталось двое соперников. Благо, подвижность приятная, хорошая. Позволяет нестись нам куда угодно, как попало. Как говорится, закинул. И если надо, то отвалил. А если не надо, то вернулся и попытался добрать в моем случае. Ну, а по факту добираешь. Короче говоря, ребят. По плюсам, безусловно, в машине огромное количество плюсов. И минусов в ней крайне мало. Если ее адекватно оценивать. То есть, если от нее не ждать имба брони какой-то, то в целом все понятно. Как я уже сказал, абсолютно типичный нормальный средний танк. Без имбовой брони. И вполне себе играбельный. Как вы видели, допустим, от Т-30 мне прилетело в жбан, но при этом меня не пробили. Знак классности второй степени. И 4000 нанесенного урона. Два фрага. И, как мне кажется, вполне себе достойный вклад в общее дело в виде победы нашей команды. Сейчас посмотрим по результатам команды. Мне кажется, что я должен быть с существенным отрывом на первом месте. Такс. Ну, давай, показываем мои результаты. Ну, вот вам, пожалуйста, то, что я говорил. Ребята, конечно, молодцы. Вопросов нет. Сейчас обязательно поставим лайкосы. И давайте будем потихоньку подбивать итоги. Стоящая ли эта тачка? Да, стоящая. Вопросов нет. Стоит ли она своей цены в 22,5 тысячи, если будете крутить рулетку на полную и из нее ничего не достанете? Нет, не стоит. Объективная цена по данной машине, ну, честно говоря, положа руку на сердце в голом состоянии, ну, 17,5 тысячи это как максимум. Именно поэтому я считаю, что рулетка будет вам выгодной только тогда, когда данная тачка достанется вам до 14 прокрута или, возможно, будет выгодна, если вам еще есть контейнер. Что-то как-то повыпадает, какая-то голда назад вернется. Вот такое вот мое мнение. Кто круче объект 907 или Т-22СР, я бы, честно говоря, хотел услышать от вас в ваших комментариях, которые, я надеюсь, вы оставите под данным видео, а я, собственно, почитаю, ну, и на какие-то из них отвечу, те, которые будут действительно этого требовать. Побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, грамотно крутить рулетки мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok